Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня тема нашей передачи – аллергии. И поговорим мы с врачом-аллергологом-иммунологом Динарой Шамилевной Лукмановой. Здравствуйте, Динара Шамилевна! Здравствуйте, Марша! Тема очень и очень актуальная. Так все-таки, что ж такое аллергия и как ее можно выявить, по каким признакам? Аллергия – это извращение иммунитета таким образом, что совершенно неадекватную реакцию больной дает на адекватные раздражители. Ну, например, я понюхала цветочки, мне хорошо. Но если больной аллергик нюхает цветочки, в этом случае он дает целый комплекс аллергических реакций. Это может быть конъюнктивит, зуд, век. Это может быть ренит, насморк, который заливает иногда простыни, больной берет, да, высмаркиваться. Это может быть приступ удушья. Это может быть крапивница высыпания. А может быть то, другое, третье. У каждого своя индивидуальная реакция на свой аллерген. У каждого свой набор аллергенов. Совершенно индивидуальных не похоже на ничего другого. И, соответственно, он дает именно эту реакцию. И самое главное, чтобы пресечь это, значит, нужно тут же прекратить контакт с аллергеном. Что нужно сделать в первую очередь, если аллергия началась и никогда ранее человек или ребенок не сталкивался с этой проблемой? Ну, конечно, наверное, все-таки иметь всегда антигистаминные препараты в скорой помощи домашней аптечке. Это первое, что вы даете. Конечно, идти к аллергологу. Или, если проявление очень острое, очень страшное, вызывать скорую помощь. Но все-таки аллергия – это заболевание опасное. Если отек пойдет до острая реакция, то это может привести даже к летальному исходу. Да, к сожалению, может быть и так. Но для этого обязательно тогда уже это ребенок аллергик давно, хронически. Он все знает про свое заболевание, потому что он уже контактировал с аллергологом. Он знает свои аллергены, потому что есть дети, которые не слушаются родителей вопреки, так сказать. То есть ребенок имеет аллергию на кошку. Дома кошки нет. Но он идет в гости. Его позвали на день рождения. Значит, он должен... Мама должна узнать, куда его зовут. И, собственно, есть там животные. То есть будет ли у него контакт. Потому что она должна априори заранее ребенка, так сказать, обезопасить от этой реакции. Если ребенку стало хуже, то всегда надо начинать с того, чтобы объяснять ребенку, что ему можно, что ему нельзя. Что это, конечно, работы мамы. И, конечно, если стало хуже, чтобы он не стеснялся это сказать, чтобы он сразу ушел. Значит, ну просто, вот так сказать. Ну, получается, нужно обучать. Если мы говорим о детях-аллергиках, то их нужно обучать, что можно, что нельзя. И я даже знаю, что при Одинцовской детской поликлинике существует школа аллергиков. Аллергошкола, да, да. А кто приходит к вам? Все наши больные пациенты, которые приходят на прием, они приглашаются на аллергошколу по желанию. Потому что то время, которое дается врачу на контакт, так сказать, с родителями и с пациентами, настолько ограничено, что разговаривать, иногда особенно больно первично, то есть практически невозможно. На аллергошколе можно поговорить, я там веду аллергошколу уже 12 лет, по 4 субботы месяца, и мы там разговариваем конкретно. То есть 4 часа я читаю лекцию про аллергию, про все нозологические формы аллергии, где нам, так сказать, подстелить, где тонко там рвется, где нам ждать какую реакцию. И, соответственно, еще часто отвечаю на все вопросы, которые, в общем, задают родители. Они никогда не... Не бывает случаев, чтобы они не задавали вопросы. Вопросов очень много, они очень разные. Пока они все не удовлетворены по поводу своих вот каких-то нюансов, которые именно конкретно касаются и этого ребенка, своего личного. Мы обычно и не расходимся, всегда задерживаемся очень надолго. Сейчас в летний период школа не работает. Нет, конечно, потому что приглашаю очень много людей. Но когда у всех дачи, отпуска, в общем, как-то очень плохо у нас получается в летнее время. Поэтому обычно мы начинаем в сентябре, в октябре. В этом году начнем с октября месяца, 4 суббота месяца, в 11 часов. В актовом зале 419 кабинет, все знают очень хорошо. Ну, практически она... Ну, если иногда голоса я не имею, то тогда я, конечно, не могу, если я приболела. А так она практически всегда идет. Иногда даже 2 раза в месяц. Ну, правда, редко, но бывает такое. Динара Шамильевна, какие существуют виды аллергии и можно ли ее как-то классифицировать и как-то упорядочить? Ну, наверное, не виды аллергии, а, наверное, аллергены прежде всего, да? Если мы говорим об аллергенах, то есть они бытовые аэроаллергены, которые, собственно, существенные, которые мы должны выявить на приеме. Потому что о пищевых аллергенах я в данном случае очень мало говорю. И пищевые аллергены, наверное, очень сложно выявить, потому что дети у нас сейчас едят все, что угодно. Если мы говорим об аэроаллергенах, аллергенах из воздуха, то это прежде всего огромный комплекс. Это бытовые аллергены, это клещи, перо, подушки, домашняя пыль и пыльцевые аллергены. Ну, еще между ними, может быть, плеснево-грибковые аллергены, да? Ну, вот сейчас только что было цветение деревьев. Апрель, май месяц. Ежегодно в этом году, уже второй год подряд у нас цветение начинается в марте. Такого у нас вообще никогда не было. За 35 лет работы я могу сказать, что в марте месяце, что после 8 марта сразу началось цветение, это, конечно, нонсенс. Но, однако же, такое у нас какое-то потепление климата действительно, наверное, имеет место быть. И, соответственно, цветение начинается очень рано. Ну, если больные с полинозом, все знают, они готовы, у них есть все препараты, которые они должны принимать перед цветением, за 2 недели до цветения. Вот. Сейчас начинается цветение злаковых трав, это июнь месяц. Сейчас цветут уже трава, да, злаковая трава. Но дальше у нас цветение будет сложноцветных, полынь, лебеда. К сожалению, надо сказать, что у нас в средней полосе теперь уже цветет амброзия. Это очень страшный аллерген. И это аллерген всей России. И Ставропольский, Краснодарский край очень страдают от этого аллергена. Когда у нас первые стали появляться пыльцевые зерна, при allergology.ru, пыльцевой мониторинг, вы можете узнать в любое время, с апреля по конец сентября, что цветет в настоящий момент в нашей средней полосе и вообще в некоторых городах нашей России. Вот. Так вот, надо сказать, что, к сожалению, когда впервые появились такие аллергены, я думала, что это не может быть, что это какой-то нонсенс. Сейчас мы знаем, что у нас амброзия уже укрепилась. Она бывает. Она бывает немного. Она бывает в сентябре. Но есть такие больные, категории больных. Потому что это самый сильный амброзийный поленос, самый тяжелый из пыльцевых. Самый, наверное, главный вопрос у всех. Кто боится заболеть аллергией, да? Кто уже является аллергиком, можно ли от нее избавиться? Или все-таки это уже приобретенное на всю жизнь? Не нужно пить постоянно антигистаминные препараты, проходить лечение? И не только. Да. Значит, здесь такая ситуация. То есть, если все-таки это генетически запрограммированное заболевание, если оно себя реализовало, то самое главное, чтобы оно на этой нозологической форме и оставалось. И мы хотим получить ремиссию. То есть, у вас аллергия на домашний пыль. Супите ее. Ну, может быть, осылся и пить. Ну, так, немножко. Ну, во всяком случае, первое, что мы начинаем, это профилактика. То есть, мы должны сделать дома некоторые какие-то манипуляции, которые обеспечат, ну, более легкое течение заболевания. То есть, больной не должен пылесосить. Больному нужно обязательно правильную подушку гипоаллергенную. Конечно, не должно быть дома животных. Ну, я всегда категорически запрещаю птичек, рыбок, водяных черепах. Самые страшные аллергены в наших, так сказать, бытовых условиях, которые реализуют максимальную аллергию всегда. Да, если у вас есть запрограммированность на, скажем, астму, вот этими животными вы к этой астме придете семимильными шагами. Очень быстро. Ну, и, конечно, мы, так сказать, говорим о профилактике, да, все-таки какой-то. Потом мы говорим о том, что вам может помочь именно лечение, симптоматическое лечение в настоящий момент. Тут мы работаем со специалистами. Лор-врач, заглядывая в нос, нам помогает говорить, на каком уровне больной. Тяжелая эта форма аллергического ринита, средней степени тяжести, да. Значит, и, соответственно, дальше мы уже говорим о специфической иммунотерапии. Это та терапия, которая может ребенку не просто остановить аллергию, а может просто его излечить. Да, особенно, я всегда рекомендую именно в детстве, детская аллергология. Это существенная специфическая иммунотерапия. Если нет никаких противопоказаний, это то, что необходимо провести, особенно до гормональной перестройки. Или, скажем, до школы, потому что мы знаем при бытовой аллергии, что у нас будет обострение на ковроле, на ремонт квартиры, Новый год, цирк, заправ, закрытое помещение, поездки в поезде, походы в гости там, где есть животные, поездки в деревню, в частный дом, пионерский лагерь, где по голове бьют грязными подушками, первый класс, где будет книжный лагерь. То есть нужно вот этого времени выяснить, есть ли аллергия. Да, мы стараемся это не просто выяснить, а там знать, где тонко там рвется, где при ребенку помочь. Например, елку поставили, вопрос, елку если вы ставите на неделю, это один вариант. А если вы при этом, имея аллергию, ставите на два месяца, то, соответственно, у вас, конечно, клинические проявления будут значительно тяжелее. Ну, слушайте вы врача или не слушайте. То есть даже елку при выборе елки на Новый год нужно подумать, что ставить, искусственную или настоящую? А на настоящую может быть аллергией? Нет, как таковая все-таки нет. Ну, просто вы, если хотите поставить искусственную, предварительно вымойте ее, ставьте ее на неделю, не ставьте ее на два месяца. Ведь пыль вытирается все время, а с елки никто пыль не вытирает. Елочные игрушки никто не вытирает. Поэтому помните о том, что подойти, можно сфотографироваться рядом с Дедом Морозом, но обнимать его или одевать, например, одежду Деда Мороза невозможно. Или там вот в детском саду, когда начинают шить эти костюмы, иногда больным становится очень плохо, и будет обострение. Ну, это, видимо, комплекс весь. Ёлка стоит, снегурочка подошла, обняла. Ребенок объелся мандарин с шоколадом. Вдохнул пыль. Да, и, соответственно, он дает обострение. Мы должны об этом помнить. То есть мы должны заранее его, во-первых, знать, во-вторых, пролечить. Выявили. И, соответственно, когда они знают, они тогда могут как-то... Ну, и, конечно, образовательная программа, это аллергошкола, когда должны все помнить, потому что спектр аллергенов может расширяться. Если больной меня не слышит, не хочет слушать, если он не хочет лечиться, есть люди, которые не хотят вопреки, то все равно мы чего боимся? Мы боимся переходов. Самые страшные тяжелые формы аллергии – это астма. И мы боимся расширения спектра аллергенов. То есть если человек, который локально на что-то реагировал, он, как правило, на этом не останавливается. Потому что у нас жизнь очень сложная, экологические проблемы очень велики. Мы не знаем, что мы едим. Но все-таки распространение аллергии – это в том числе и то, чем мы дышим, да? Обязательно. Это вызвано именно этим. Во-первых, валит цивилизация, я бы сказала. И аллергия в странах, именно самых цивилизованных, она распространена так, как никогда. То есть сейчас говорят о том, что в Америке, в Японии 50% населения подвержены аллергии. И, конечно, дальше мы не знаем, куда мы идем. Но вот последние два года, особенно в прошлом году, у нас был очень тяжелый поленос. И всегда Институт иммунологии, который имел честь, значит, заканчивает, он, поскольку он ведущий в нашей стране, он именно занимался тем, что анализировал. Почему? Во-первых, цветение началось после 8 марта сразу. И даже пыльцевой мониторинг начал работать раньше времени, не с 1 апреля, а с 9 марта. Что вообще редкость большая. Ну и почему это произошло? Почему такое цветение, такое давало совершенно сумасшедшую реакцию. И оказывается, вот то, что бросают... Соль сыпет зимой. Сыпет. Всякую эту дрянь, которая сыпет химию на... Для того, чтобы расставил снег, вот все это вошло в какой-то совершенно страшный конгломерат с пыльцой. И вот в общем получился какой-то совершенно бешеный. И возрастание аллергии очень резкое. И самое главное, очень тяжелые формы. Вот что меня всегда пугает, что, во-первых, аллергия очень сильно молодеет, и, во-вторых, что дает вот именно тяжелые формы. Очень часто острые, тяжелые формы сразу. То есть приходят больные, и, конечно, всегда в этом случае кабинет трещит от больных полинозом, потому что они все приходят в одно и то же время. Старики все знают, я им все время говорю, не ждите отмашки, начинайте препараты заранее. Но когда каждый раз появляется большое количество новых больных, и у нас как-то так получилось, 12-й год был очень тяжелый по пыльцевой... Мониторинг показывал, что количество пыльцев было 20 тысяч, при том, что клиника идет при 30 пыльцевых зернах. То значит 20 тысяч. То есть это было даже не буря пыльцевая, а пыльцевой ураган по пыльце. То потом, после этого было какое-то затишье. 13-й год более мы не спокойно был. 14-й год был именно тяжелый в связи с тем, что началось очень раннее цветение. Получается, цветение, которое обычно идет полтора месяца, шло два с половиной месяца. Но еще и плюс вот такую страшную реакцию давало. Только в этом году я думала, что у нас будет как-то... Ну, как не бывает яблоней, каждый год не плодоносит, но этот год опять такой же. Опять у нас цветение началось в марте, что вообще удивительно. Ну, то есть, может быть, все-таки городским властям, районным властям стоит задуматься о том, что они в том числе выбрасывают на дороге. Ведь об этом говорят. Понимаете, бывает разная зима, надо как-то вот это все гибче быть. Но, наверное, мы до этого еще не дожили, чтобы быть гибче. И когда радуется, что у нас теплая зима, наверное, зима должна быть снежной и не всегда теплой. То есть должны быть морозы, все должно быть... И снег должен быть. Да, хотелось бы, потому что у нас все-таки хозяйство не такое гибкое. И не сразу мы перейдем к этим переходам погодным. Динара Шамильевна, часто говорят беременным мамам, беременным женщинам о том, что следите за своим питанием все 9 месяцев и до этого. Вот все-таки это влияет на то, что мы потом получаем на выходе, какое здоровье ребенка именно в разрезе аллергии? Ну, понимаете, с точки зрения доказательной медицины. И когда и что есть? Вот можно, а что все-таки не нужно вообще есть? Во-первых, конечно, всегда говорю мы аллергикам, что у каждого свой спектр аллергенов, но есть продукты общие, гистамин-либераторы, которые запрещены детям до 3 лет. Это цитрусовый шоколад, орехи, мед, экзотика. Должна сказать, что дети едят это уже с первого года жизни, иногда и раньше. И я вспоминаю всегда, что у меня была, например, семья, у которой аллергия, очень тяжелая форма была, аллергия. Бабушка страдала тяжелой бракхиальной астмой, родила дочку, у которой был поленос. Дочка родила, в свою очередь, сына, у которого был дерматит. И он у нас не так давно родил девочку, у которой теперь астма. Так вот, надо сказать, что при этом, когда мы с ней разговаривали на аллерговой школе, она говорит, вы знаете, я первый раз, например, бананы поела, когда мне было лет 30. Впервые. Моя дочь, когда она пошла в школу, мой внук до года уже получал бананы. То есть это экзотика в нашей стране. На нее нет ферментов, и поэтому их неразумно давать. Это так называемые продукты гистамины-либераторы. Но, к сожалению, дети обжираются шоколадом. И у нас каждый год одно и то же. В марте месяц идут больные, которые говорят, вы знаете, вот мы поели в Новый год шоколады, и у нас до сих пор проблемы. То есть вот эта провокация сильнейшая, которая просто у нас, понимаете, ну как-то принято, что если это праздник, то это должен быть хороший стол. Вот иногда нужно ребенка аллергикой ограничивать. Всегда эти же продукты вы можете давать по-другому. Ограничены. Я всегда говорю, Норвегия, страна интересная очень, там принято по воскресеньям давать детям 4 шоколадных конфеты, независимо от того, как он себя ведет. 4 шоколадных конфеты. Хочет съесть сразу, а хочет поделить на целую неделю. Но это вообще очень не по-русски, но, наверное, в этом есть сермяжная правда. С точки зрения аллергологии, как аллерголог, мне очень нравится этот подход. Подумайте. А вот все-таки то, что касается питания, именно беременной женщины. А беременная женщина, она, конечно, доказательной медицины нет. Таких работ нет. Не предлагает никогда беременным женщинам попробовать группу беременных женщин, которые будут обжираться или не обжираться. Поэтому получается, что таких работ в медицине нет. Но совершенно известны, хорошо известны, и не любой аллерголог это может сказать, что последний, третий триместр беременности женщина должна соблюдать диету. Даже если у нее есть извращение, и она очень что-то хочет. Сейчас у нас очень много реакции, например, на клубнику. Очень много. И уже не один десяток. Когда ранее клубника, не надо ее покупать, не надо ее брать. Когда она вызревает на вашем огороде, неудобренной ничем, я не знаю, тогда, может быть, есть смысл попробовать. И все надо делать понемножку. Одной штучки. Аня, как там, взял, сел, так он хорошо ел, сразу полкило. Конечно, будет реакция. То есть думать. Ну и, конечно, беременная женщина, она, конечно, имеет извращение вкуса, ей тошнит, и все. Но где-то она должна себя, понимая, что она мать, и все зависит от того, и дальше питаться. Она тоже должна, когда она кормит грузью, конечно, соблюдать диету. Все-таки питание детей, ну и, как и, в общем-то, наверное, взрослых, в нашей стране должно быть более классическим и, наверное, не таким сложным. Да, без обилия майонезов, без обилия кетчупа, консервантов, красителей, фруктов, которые нам не стоит есть. Или, может быть, иногда. По себе позволять. Но это должно быть всегда ограничено. Все это должно быть умеренно. А если мы выезжаем за границу, где, в общем-то, они, как дело быть, ананасы в Таиланде, бананы? Конечно, как не попробовать? Тогда берите с собой препараты, во-первых, антигистаминные, последнего поколения, не первого, это раз. И, во-вторых, пожалуйста, не переусердствуйте. Может быть, тогда надо препараты, которые, так сказать, помогают еще это переваривать. Ферменты. Есть в этом смысл? Я всегда рекомендую при переезде, куда-то вы ездите, отдыхать, с собой гипоаллергенную подушку, не спать под кондиционером и не обжираться. Вот экзотик. То есть вот они, нехитрые правила. Очень нехитрые. И тогда вам этот отдых принесет действительно положительные результаты, будет действительно отдыхом, а не геморроем. Извините. Ну, в общем, с аллергией жить можно, главное с ней подружиться и не нарушиться. Нехитрые правила. Абсолютно нет. Ну, очень-очень просто все. Спасибо, Динара Шамильевна. Я надеюсь, что ваши советы наши телезрители возьмут на вооружение, будут ими умело пользоваться. Очень хотелось. Только во благо себе и своим близким. Конечно. Если вы что-то недопоняли, недослышались, если вопросы есть, то тогда на аллергию школу приходите. Ну и вообще на прием приходите, спрашивайте, не стесняйтесь. Это же даже не как специалисту прийти, а просто прийти на аллергию школу, поговорить про аллергии. Потому что у меня возраст ограничен, у меня дети, а больные страдают все, и большие, и взрослые, и разные. Поэтому, пожалуйста, аллерга школа для всех открыта. Аллерга школа начнет работать в октябре месяце, поэтому приходите. Да, пошла. 4-5 часов Динара Шамильевна будет рассказывать об аллергии и отвечать на все ваши вопросы. Это была программа «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»